Три президента для Крокуса. Как между собой связанный теракт в Москве, вмешательство России в американские выборы в 2016-м, причем здесь война в Карабахе и Дональд Трамп. Что такое счастье по-российски и как война влияет на настроение населения страны. Новая мобилизация или поход на Киев? Зачем Москва разыгрывает террористическую карту? Добрый день, меня зовут Владимир Унец, я анализирую факты и события, ну а вы делайте выводы, в общем, смотрите сами. Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Маленькая незаметная новость. Никто ничего не комментирует, никто ничего не объясняет. Просто турецкая правительственная газета в субботу, 6 апреля опубликовала такое решение Эрдогана. Непонятно, правда, с какого момента оно вступает или уже вступило в силу, потому что информации практически нет. Почему я начал эту программу с такой странной, если выразиться мягко, новости? Что может стоять за этим решением Анкары и как может отреагировать официальный Душанбе? Согласно дипломатическим правилам, Таджикистан теперь должен был бы ввести зеркальный визовый режим с Турцией, так что, я думаю, эта история еще получит свое продолжение. Причина таких мер, полагают некоторые эксперты, как раз таки в теракте в Крокус-Сити-Холле в Москве. Да, сейчас будет снова про Крокус. Этот теракт вскрыл столько всего неожиданного, что, я обещаю, будет очень интересно. Смотрите сами. Итак, как мы помним, задержанные в первый же день подозреваемые, среди которых граждане Таджикистана, рассказывали, что прилетели в Россию через Турцию. Теперь связываете, почему Турция вдруг в целях безопасности вводит визовый режим. Причем Турция – популярное направление среди таджикистанцев как поехать отдохнуть, так и в плане бизнеса. То есть от такого решения, в принципе, теряют обе страны. Но визы в Турцию – это полбеды. Визовый режим не означает запрета на въезд. Просто больше бумажной волокиты в путешествиях. Причем, напомню, что ранее Международное информационное агентство Reuters сообщало о массовых арестах в Таджикистане. Содерживали якобы причастных к тому самому теракту в Москве. Туда даже прибыли российские следователи, чтобы как следует допросить всех этих задержанных. Не знаю, привезли ли они для этого с собой тот самый ТАПик, военно-полевой телефон ТА-57, или не привезли. А вот что действительно важно, причем не только для таджикистанцев, так это то, что в России усилились ксенофобские настроения по отношению к мигрантам из Центральной Азии. Стоит ли напоминать, что после того самого теракта в Крокусе силовики по всей России провели так называемые рейды против мигрантов. Традиционно, все, я прошу прощения за эту формулировку, она не моя, не русские, подвергались гонениям. Стройки, рынки, места, где нужен низкооплачиваемый труд. Везде прошли обыски и позорные построения людей для проверки, сверки и всего прочего, что так любят делать российские силовики. Россия прям удивительная страна. В ней то евреев ищут в двигателях самолетов, то террористов среди работяг. Все все время что-то ищут, ну а находят постоянно почему-то украинские следы. Паноптикум, честное слово, но об украинском следе чуток попозже. Владимир Путин разродился очередным заявлением, проявив напускную осведомленность в террористическом вопросе. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Ну здесь я с Путиным вынужден согласиться, по крайней мере отчасти. Россия не может быть объектом террористических атак, она вполне комфортно себя чувствует в роли субъекта террористических атак. На прошлой неделе очередная порция ракетных ударов обесточила Харьков. Были погибшие и ранены в Днепре и других городах. Маргарита Симоньян, ну куда же без нее, руководитель пропагандистского агентства Арти, в открытую публично поддержала силовика, отрезавшего ухо задержанному подозреваемому в теракте. Здесь вам не Норвегия, написала она, очевидно ссылаясь на теракт, совершенный Андерсом Брейвиком в 2011 году в молодежном лагере в центре Осло. И Симоньян мне тоже придется согласиться. В этот раз согласиться полностью. Действительно, Россия не Норвегия ни по уровню жизни, ни по отношению к людям. В отличие от России, в Норвегии знают, что такое права человека, и жестко придерживаются принципов их защиты. Россия же все дальше катится в средневековую пропасть, когда за сожжение трактовки Корана Кадыров-младший избивает невольного человека, а подозреваемому, чья вина, между прочим, еще не доказана в суде, отрезают на допросе ухо. Но россиянам такой подход, очевидно, нравится. Раз уже которые десяток лет, к ряду Путин и его окружение остаются на том же месте и никуда не деваются. Ну или не нравится. А вы как думаете, пишите в комментариях, если смотрите программу в интернете. Ну а сейчас я вам покажу фрагмент видеоклипа. Это певец Эмин Агаларов. О нем я вам уже рассказывал подробно в программе 3 сентября прошлого года. И да, я вам снова показал фрагмент его клипа, где в эпизоде снялся Дональд Трамп. Эмин, wake up! Come on! What's wrong with you? What's wrong with you, Эмин? Эмин, let's get with it. You're always late. You're just another pretty face. I'm really tired of you. You're fired! Папа Эмина Агаларова, Аараз Агаларов, владелец того самого Крокус-Вити Холла, который и стал целью террористической атаки. Нет, не очень понятно, но в сегодняшних реалиях эти три слова – Крокус, Агаларов, теракт. И они теперь неделимы. Агаларовые – друзья сразу трех президентов. Понятное дело – Путина. Огромная махина Крокус возникла не из воздуха, а госконтракты – строительство в Москве и по всей России. Агаларовые – в списке богатейших людей страны. Второй президент и друг семейства, собственно, и засветился в клейпе Эмина. Американские журналисты провели не одно расследование, связывающее Агаларовых с Трампом. Вероятно, что именно они помогали Кремлю вмешиваться в ход избирательной кампании. В 2016 году, что завершилось громким скандалом. Однако, при этом Агаларовы американских санкций чудным образом избежали. Имущество в Майами – все, что можно себе только представить. Семья Агаларовых спокойно себя чувствует, ведя бизнес самой крупной оборонной кампании России. Ну и третий президент – друг семьи, глава Азербайджана Ильхам Алиев. Эмин был женат на его дочери Лейлы, и от Эмина у нее аж трое детей. Сейчас Эмин строит новый бизнес в Баку, где, собственно, и дал интервью российскому Форбсу о теракте в Крокусе. Такое количество погибших людей я не видел даже в кино. То есть это ужасно. Видите, какая ось вырисовывается? Террористы выбрали большой объект, который принадлежит семье, близкой к Путину. Мусульманской семье и близкой к американской политической тусовке. Просто террористическая бинго какое-то. В России на Агаларовых злы. Многие считают их виновными в том, что жертв оказалось настолько много из-за того, что Крокус, мол, неправильно спроектирован. Еще одна претензия – это ДСП, которым были обшиты стены концертного зала. Оно загорелось быстро и при горении выделяло токсичный газ. Пострадавшие посетители готовят судебные иски. Обратились в Следственный комитет России с претензией к владельцам Крокуса. Агаларов-младший, понятное дело, все это отрицает. Я туда ходил, к сожалению, со своей семьей, со своими детьми маленькими. Мой папа туда ходил на концерты, мама моя. То есть как мы можем халатно к этому относиться, если мы сами потребители этого объекта, мы сами им пользуемся. Я там выходил на сцену кучу раз, мои коллеги-артисты там находились. Любой теракт – это всегда нелокальная история. Путин использует атаку, совершенную по отношению к его собственным гражданам, для оправдания войны против соседней Украины. Эта история явно не нравится и Турции, у которой, как и у России, свой интерес в Сирии, ну и свои счеты с ИГИЛ. Про американцев, думаю, объяснять не стоит. Американцы считают ИГИЛ террористами, а ИГИЛ считают американцев врагами. Тут и Иран тоже замешан. Иран выступает против ИГИЛ. Интересно, что в понедельник, 1 апреля, рейкер опубликовал новость о том, что Иран, равно как и США, предупреждал Россию о готовящемся теракте. Ну, ясное дело, американцев слушать, себя не уважать. Но почему же в Москве не прислушались к сообщеникам? Ну, то есть к союзникам. Песков вообще сказал, что ничего об этом не знает. Сергей Нарышкин, директор ФСБ, попытался все-таки публично рассказать, о чем же предупреждали Россию американские спецслужбы. Снова старая песня о главном, что, мол, представлена Американ информация, слишком общая и не позволила этим самым российским спецслужбам предотвратить теракт. Законный возникает вопрос, а зачем американцам вообще предупреждать о чем-либо Россию, если Москва, на чем свет стоит, поносит Вашингтон, угрожает ядерным оружием и Третьей мировой. И вот здесь самое интересное. Есть у американцев такой принцип – предупреждать о готовящихся терактах всех без исключения, даже если эта страна – враг. Они это делают уже много лет к ряду. Но тут есть нюансы. Прежде чем передать третьим лицам разведывательную информацию, они ее, что называется, очищают. То есть выхолощивают так, чтобы не раскрыть собственные источники. И тут может показаться, что заявление Нарышкина вполне логично, если американцы убрали множество фактов, чтобы обезопасить свои источники и не наговорить лишнего, то, может, действительно никакой конкретики у ФСБ на руках и не было. Ну, да, но нет. Возникает вопрос, а зачем Россия тогда вообще, эта могущественная организация под названием ФСБ, щемить тех, кто не поддерживает войну и совершать рейды против мигрантов? Ну и, кроме того, сразу несколько крупных американских изданий со ссылкой на источники написали, что слово «крокус» упоминалось в американских разведывательных документах. Судя по всему, все, кто должен был знать о готовящейся атаке на «крокус», они и знали. На несколько дней даже меры безопасности в концертном холле повысили. Но потом, видимо, российским силовикам это все надоело, и они сильно расслабились. Макрон, как мы знаем, даже предлагал Путину сотрудничество в борьбе с террористами. Но в Кремле в ответ предпочли молчаливое отрицание и отвергли таким образом предложение французов. Хотя французский министр обороны Себастьян Лекарню целый час говорил по телефону с Шойгу. Интересно, как эту новость подали в России и во Франции. Российская Минобороны написала, что министры говорили о теракте, о войне в Украине и о возможных переговорах на условиях России. И что Лекарню якобы поддержал возвращение к так называемому стамбульскому формату, когда Украина должна будет де-факто признать свое поражение. Ну а французы написали в свою очередь, что Лекарню призвал Шойгу оставить Украину в покое, не искать украинский след там, где его нет. И еще раз подчеркнул, что Франция будет поддерживать Киев в борьбе против российской агрессии столько, сколько это будет необходимо. Вот такая вот история. Теракт в Москве сильно повлиял на Францию. Париж теперь побаивается проводить открытие Олимпиады 26 июля этого года. Олимпиада-то все равно пройдет, правда, без белорусских и российских спортсменов на арене. Мэр города Анн-Идальга прямым текстом сказала, что им в Париже не будут рады от слова совсем. Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. При этом хочу сказать спортсменам из Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил. После этого понеслись сразу российские пропагандисты Парижу угрожать. Вспомнили наполеоновские войны и путинские методички. Значит, этой неприятной, некрасивой нацистской твари, я хочу напомнить, что сегодня 210 лет со дня вступления русских войск в Париж. И нам было плевать тогда, и нам плевать на сейчас, рады вы нам или нет. Когда нам понадобится уничтожить вас всех, как сказал наш коллега депутат Толстой, мы это сделаем. Только попробуйте отправить свои войска, столкнуться с нами в боестолкновениях, и Европа содрогнется. И мы больше не будем проявлять сдержанность и надежду, что вы придете в чувства. Вот так теракт в Москве, Олимпиада в Париже, война России против Украины, военизированные группировки Сирии, война на Ближнем Востоке в целом оказались переплетены в одно целое полотно событий. А иногда-то кажется, что мир такой большой, и процессы в нем происходящие никак между собой не связаны. Ну и, конечно, я продолжу все это распутывать. В следующем блоке смотрите сами. Контрактники идут на войну в Украину отомстить за Крокус. С таким заявлением на прошлой неделе выступило Российское министерство обороны. Ведомстве похвастали рекордным набором в армию на контракт. Мол, лишь за несколько дней в ряды российских вооруженных сил вступили тысячи новых рекрутов. Поиски украинского следа в теракте в Крокусе явно происходят не просто так. Причем террористическое нагнетание касается не только Крокуса. 2 апреля ФСБ публикует кадры, снятые якобы в Псковской области, на которых мы видим десятки икон. Внутри этих икон российские спецслужбы якобы нашли гексоген, который Украина пыталась ввести в Россию через Латвию. Для чего? Просто, чтобы учинить что-то нехорошее, говорят российские спецслужбы. Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности, гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома. Конечно же, пропагандисты увидели на коробках с иконами украинскую маркировку и наклейки с надписью «Черновцы», которая указывает на то, что коробки с иконами отправили действительно из Украины. Ну, конечно, если бы украинцы хотели отправить на территорию России взрывчатку, они обязательно бы написали на коробках что-то на украинском языке и не забыли бы указать город, в котором это все упаковывалось. Ну, а почему, собственно, не «Черновцы»? Да уж, со времен визитки Яроша, похоже, мало что изменилось. Бесовщина, богоборцы, сатанисты, ну и далее по списку. Российская пропаганда не стеснялась в выражениях в адрес Украины. Груз якобы отправлялся в Москву, чтобы устроить теракт на Пасху. Ну, а кто мог заказать иконы из Украины? Ведь, как говорят сами пропагандисты, в России достаточно из собственных производственных церковных мощностей, чего из Украины иконы-то тянуть. Тем более, что торговли между Россией и Украиной уже давно вроде как нет. Конечно же, широкой аудитории уверенно рассказывают о так называемых спящих террористических ячейках. Эксперты расходятся во мнении, что все это может означать. Новый поход на украинскую столицу и возобновление попыток взять Киев, что называется, за три дня. Или еще что. Но многие говорят о том, что, скорее всего, в России идет новая волна мобилизации. Украинский президент даже озвучивает потенциальное число этих новобранцев. 300 тысяч не факт, что это конечное количество мобилизуемых военных. Второе, согласно информации нашей разведки, к 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка в России очень короткая. Мы видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится примерно месяц, чтобы иметь такой объем людей. А может, в Москве снова задумались о нанесении ядерного удара. Благодаря Путину уже каждый ребенок знает, что ядерное оружие делится на стратегическое и тактическое. Первое, более мощное, такое за всю историю планеты Земля, применялось лишь однажды. В бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Тактическое же ядерное оружие слабее, и за всю историю войны еще не применялось ни разу. Те, кто хоть что-то понимает в войне, говорят, что применение ядерки не целезообразно с военной точки зрения. Это оружие скорее имеет террористический, политический эффект. Опять же, давайте вспомним Хиросиму и Нагасаки. Поэтому говорят, что Путин вряд ли дотянется до той самой ядерной кнопки. Хотя на самом деле, еще в 2015-м он же признавался, что всерьез рассматривал применение ядерного оружия в ходе незаконной аннексии Крымского полуострова. Помните тот так называемый документальный фильм «Крым. Путь на родину»? Я говорил им прямо, я же так же, как и вам сейчас говорю, открыто совершенно, что это наша историческая территория, там проживают русские люди, они оказались в опасности, мы не можем их бросить. Сейчас тоже поговаривают, что были потуги, как говорит путинская пропагандистская свита, жахнуть. Но давайте подумаем, насколько это реально в сегодняшних условиях. Мы действительно готовы к ядерной войне. Но с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Путин демонстративно тягает за собой тот самый черный чемоданчик, дистанционный пульт управления, если выразиться совсем просто. Согласно российским законам, действительно, решение о применении ядерного оружия принимает одна особня – президент. Нигде не написано, что он что-то с кем-то согласовывает. Есть такой документ основы государственной политики России. И он регламентирует использование ядерного оружия. Там указано четыре причины, когда Путин может нажать ту самую красную кнопку. Среди них – атака России или союзников баллистическими ракетами. Если против России или ее союзников применяют ядерное оружие или вообще любое оружие массового поражения. Ну или если противник атакует критические, важные государственные объекты России. Ну и если под угрозой само существование Российской Федерации. Есть еще, правда, один документ – военная драктрина России. Там указаны только две причины для применения ядерного оружия. Это ядерный удар по территории страны и, опять же таки, угроза существования самой Российской Федерации. Из всех этих формулировок только применение ядерного оружия. Четко и понятно. Очевидно, против России его сегодня никто не собирается применять. А вот все остальные – это что? Все, что угодно, можно назвать угрозой существования Российской Федерации. А какая инфраструктура будет критической? Наиболее креативная в этом вопросе, конечно же, Симоньян. Помните вот этот ее выбор слов в атмосферу? Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Потом, конечно же, Симоньян сказала, что ее слова перекрутили, и даже пропагандистским СМИ пришлось извиняться. Что ж, такая в России традиция. Извиняется не тот, кто сказал чушь, а тот, кого назначили виноватым. Но об этом в другой раз. Как я уже сказал, я лично не нашел нормы, что Путин должен с кем-то согласовать принятие решения о применении ядерного оружия. Но просто так проснуться и нажать кнопочку у него тоже не получится. Приказ он отдает министру обороны у того такой же чемоданчик и начальнику генштаба. Все втроем должны его одновременно авторизовать при помощи того самого черного чемоданчика. И существует вероятность, что рука, по крайней мере, одного из трех все же дрогнет в последний момент. Если у этих все же не дрогнуло, то сигнал идет дальше. Войска и уже в военной части, в чем распоряжении находится та или иная часть арсенала, приказ передается по довольно длинной цепочке и на каком-то этапе у кого-то рука все же может не подняться. Ну, если верить в остатки человечности. Я напомню, что такой сложный и довольно длительный процесс касается лишь стратегического оружия. С тактическим все проще. Малоядерный заряд могут нести те же самые Искандеры, которыми уже сегодня Россия терроризирует Украину изо дня в день. При этом в последние недели мы видим, как российская военная инфраструктура чудным образом самовоспламеняется от ударов неизвестными дронами. Вот кадры из Татарстана. Конечно же, их уже видели все. До Татарстана от украинской границы более тысячи километров. Конечно, для сил обороны Украины крайне важно отрезать российский тыл от передовой. Поставки оружия, военное производство, которым так кичится Путин, ну и нефтеперерабатывающие предприятия. Без топлива вести войну в современных условиях в Москве будет сложно. Есть такое понятие, как психологический порог. Оно работает во всех сферах в экономике и финансах, ну и в войне тоже, собственно, работает. Украина давно просит у западных стран ракеты, способные поражать военные цели на далеких расстояниях. Какое-то количество таких ракет Киеву поставили, но это количество сильно ограничено, как и ограничен функционал таких боеприпасов. В последнее время заголовки западной прессы носят все более пессимистичный для Украины характер, говоря о сценариях войны от плохого до худшего и о том, что помощи будет все меньше, а получить ее будет все сложнее. Итальянская «Ля Република» со ссылкой на источники пишет, что в НАТО уже даже идут разговоры о том, чтобы попросить Киев уступить Путину оккупированной территории в обмен на гарантии безопасности и членство в Альянсе. Зеленский называет такие предложения нечестными и предательскими. Киев неоднократно подчеркивал, что это война России против Украины, это война на выживание. Путин поставил под вопрос не только существование целой независимой страны, но и весь мировой порядок. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление вот этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит «Вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Однозначно можно сказать, что украинцы сумели адаптироваться и научились выживать в каждых новых сложившихся обстоятельствах. Россия начала полномасштабную войну, перегруппировались, собрались и отбросили путинские войска назад. Противодействуют российскому флоту не имея собственно. При колоссальном разлете в силах и средствах линия фронта стабилизирована и, по крайней мере, сдерживать вторую армию в мире получается у украинцев вполне эффективно. Ну и, собственно, атаки в глубоком российском тылу. Я же не просто так сказал о психологическом пороке. Когда дроны начали долетать до Москвы и ее элитных районов, голосок задрожал даже у Симоньян, которая пытается слыть железной кнопкой российской пропаганды. А тут еще и цель подальше. Во-первых, теперь мы видим, что пресловутое российское ПВО не всесильно и может защитить далеко не все объекты. Россия огромна и закрыть небо над всей страной у Путина не хватит ресурсов. Никогда. Это просто нереально. Ну и во-вторых, когда стирается понятие тыла, даже у российских граждан просыпается осознание того, что они привели войну и в свой собственный дом. Ну и в-третьих, военная целесообразность очевидна. Предприятие в Татарстане это не просто так себе предприятие. Это завод, на котором, согласно данным украинской разведки, собираются те самые иранские дроны-шахеды, которыми Россия вершит террор на территории Украины. Хотя, конечно же, российские власти и пропагандистская машина рассказывают народу об атаке на безобидное общежитие. Ну а если в теракте в Крокусе Москва пытается найти украинский след, то в атаке на военный завод в Элабуге, где было бы логично искать украинский след, россияне почему-то нашли след казахский. Депутат Госдумы Андрей Гурулев решил, что беспилотники могли запускать из... в общем, смотрите сами. Надо понять, откуда запустились. Не факт, что запустились с территории Украины. Но для этого сначала надо не гадать, а чтобы наши спецы четко определили место взлета и траекторию его полета. То есть, остаются два варианта либо с нашей стороны, либо с западной стороны. Есть еще у нас республика Средней Азии, которая вполне возможна, потому что те степные районы, которые находятся в северо-западной стороне, они практически безлюдные, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни на локационные места, провести можно что угодно. Поэтому как-то вот так. Казахстан Гурулев напрямую не упоминает, конечно, но не нужно быть экспертом в географии, чтобы взглянуть на карту и понять, что же такое в его депутатской голове зародилось, что потом вылетело через его депутатский рот. В сети еще и гуляла аудиозапись, где голос, похожий на голос Гурулева, якобы своим коллегам по палате, по Нижней палате Российского парламента, а не то, что вы подумали, хотя так вот, на записи якобы Гурулев рассказывает своим коллегам, что Казахстан насмотрелся на Украину и будет следующим. И такие заявления в московско-политической тусовке звучат уже далеко не впервые. Министерство обороны Казахстана предсказуемо возмутилось гурулевской теории и все же, конечно, отрицало. Да, Гурулев это далеко не политик первого эшелона, но осадочек-то нарастает, если учесть, что Путин имя президента Казахстана Такаева запомнить не может. Ну, в общем, вы поняли. Позже, правда, и сам Гурулев то ли прозрел, то ли протрезвел и начал все отрицать. Аудиозапись, мол, сымитированная при помощи нейросетей, а Казахстан он никогда не имел в виду. Классика, смотрите сами. Друзья мои, добрый день. Сегодня явная попытка на вражеских цепсошных помойных телеграм-каналах раскачать ситуацию твоего имени с нашими друзьями из республики Казахстан. Ну, это фейк, это хавство, конечно. Я понимаю, что нейросети поделывают все, что угодно, поэтому я вас призываю бдительными, нас ни с кем не поссорят, а всю эту цепсошную украинскую коду мы в любом варианте победим. В этом контексте мне кажется интересной информация о том, что рушится мир. Я имею в виду российскую платежную систему, которая из-за войны Путина пришла на смену всемирным визе и мастер-картам. Все больше стран из-за западных санкций теперь отказываются с ней работать и, как вы понимаете, государства, которые Путин считает дружественными. Узбекистан, Армения, Казахстан и Кыргызстан тоже. Война она такая. Но вернемся к украинским беспилотникам. Американская СНН пишет, что украинские дроны теперь оснащены базовой формой искусственного интеллекта, что позволяет им выискивать нужные цели и уходить от российской ПВО. Это неприятная новость для российских военных, доступ к которым к передовым технологиям теперь сильно ограничен санкциями. Хотя у России, конечно же, есть союзник. Помните, Лукашенко рассказывал о том, что помогал Арабским Эмиратам развивать технологии искусственного интеллекта. Стоял, так сказать, у истоков. Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые, они их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. А Лукашенко, как вы догадались, я вспомнил не случайно. На прошлой неделе он съездил в Гродно, выступил и сказал, что готовится к войне. На его слова даже отреагировал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Правда, реакция была уж очень короткой. Пускай попробует, посмотрим, кто победит, сказал польский дипломат. Правда, новость о том, что Беларусь готовится к войне, как-то плохо зашла в белорусское информационное поле. Об этом предпочли в основном не упоминать. Но когда упомянули, то на всякий случай потом новость удалили. Зачем же портить людям настроение, когда Лукашенко объявил, что собирается на седьмой срок идти? Короче, пока Беларусь с войной повременит. Если смотрите программу в интернете, не забудьте обязательно отыскать кнопку подписаться, также нажать лайк под этим видео и оставить комментарий. Делитесь своими мыслями, пока это еще везде не запрещено. Ну, а в следующем блоке программы поговорим о том, чем отличается Эрдоган от Лукашенко. Смотрите сами. Начиная с 2014 года Александр Лукашенко очень гордится тем, что его страна стала площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной. Настолько гордился, что даже убедил Запад ослабить по отношению к Беларусу санкционный поводок. Ну, и те в свое время повелись. Теперь роль миротворца примеряет на себя Эрдоган. Не только он, но сегодня я хочу поговорить именно о турецком президенте. Миротворчество – это общая черта между Лукашенко и Эрдоганом. Ну, а еще усы. Странные высказывания, борьба с коррупцией путем ее возглавления, диктаторские замашки, ну, и безмерная дружба с огромной Россией. Но есть и много «но» в этой истории. В отличие от Лукашенко, который в седьмой раз собирается осчастливить собственный народ своим бессменным присутствием в президентском дворце, Эрдоган недавно заявил, что все, его эпоха подходит к концу и баллотироваться на следующих выборах президента он не будет. Во время предыдущей избирательной кампании турецкий президент шел наздрям-наздрю с более прозападным кандидатом Кемалем Келыч-Ардоглу. У того репутация получше и представляет он ту часть турецкого населения, которая верит в ценности, привитые ататюркам и стремится возобновить процесс евроинтеграции для страны. Почему же Эрдоган уходит с политической сцены? По крайней мере, публично об этом говорит. 1 апреля в стране прошли местные выборы, на которых партия Эрдогана неожиданно и с треском проиграла. Ну, это для широких масс неожиданно. Я уверен, что Эрдоган видел социологию, которую перед выборами для себя заказывают без исключения все политические силы. Ну, а что же не так с Эрдоганом, который слывет другом Путина исключительно в национальных турецких интересах? В отличие от многих других стран, где стоимость жизни стала резко повышаться только после начала полномасштабной войны в Украине, экономический кризис в Турции продолжается еще с 2018 года. Инфляция превышает 65%, а национальная валюта Лира за последние пять лет потеряла 80% стоимости. Не добавила политических бонусов Эрдогану и землетрясения, которое произошло в начале прошлого года и унесло жизни более чем 50 тысяч людей. Коррупция, которая пропитана правительством Эрдогана, стала причиной того, что застройщики не выполняли элементарных строительных норм и в результате жилые дома просто складывались как будто карточные. Глупо было бы этим не воспользоваться оппозиции, и она воспользовалась. Главная оппозиционная партия РНП не только смогла сохранить власть в самых больших городах Турции, в том числе Стамбуле, Анкаре и Измире, но и добавила в свой политический арсенал еще несколько крупных городов, в том числе Бурсу, это четвертый по величине город в стране. Примечательно, что партия Келыч-Дароглу приобрела большую популярность даже в традиционно консервативных центральных районах Турции. Комментаторы это назвали «красной волной», по цвету, которым успехи РНП отмечались на картах во время президентских выборов. Для многих консерваторов РНП казалось угрозой традиционным ценностям и религии. Как мы видим, сейчас этот айсберг начинает таять. Тем не менее, списывать Эрдогана со счетов рано. Во-первых, он считается президентом до 2028 года, поскольку победил все-таки на предыдущих президентских выборах. Ну, а во-вторых, как мы видим, Эрдогану удалось, несмотря на всю критику, добиться того, чтобы с ним как минимум считались в мире. Достаточно вспомнить его шантаж и дипломатическую эквилибристику по поводу вступления Швеции в НАТО. Ну, а кто же может прийти на смену действующему турецкому президенту? Как ни странно, турецкие обозреватели называют фамилию совершенно не Келыч Дароглу, а вновь переизбранного мэра Стамбула Экрема Эмамаглу. Хотя сам чиновник о своих президентских амбициях публично пока ничего не говорил. В общем, пока, судя по всему, турецкие граждане не сильно счастливы от того, что происходит в их стране и сильно хотят перемен. Но сможет ли западный ветер сделать их более счастливыми? Мне кажется, это зависит только от них самих. А вот что может сделать счастливыми россиян? Две войны в Чечне, война в Грузии и вот теперь война в Украине. Но об этом подробно давайте уже в финальном блоке программы смотрите сами. Перефразируя классика, задам нам всем простой но очень важный вопрос. Кому на Земле жить хорошо? Ответ на этот экзистенциальный вопрос есть, но, по крайней мере, отчасти в свежем отчете World Happiness Report, подготовленном исследовательской компанией Gallup. И тут вы сильно удивитесь. Социологи пришли к выводу, что несмотря на климатический кризис, вооруженные конфликты и откат от демократии по всему миру, субъективный уровень благополучия и удовлетворенности жизнью на планете за последние десятилетия вырос. Правда, процесс роста счастья неоднородный и не всегда справедливый, хотя справедливость понятие точно относительное. Почему-то я не удивлен, что жизнь сильнее всего ухудшилась в Афганистане и Ливане, а вот улучшилась в Центральной и Восточной Европе. Молодое население этого региона впервые выровнялось по уровню удовлетворенности жизнью со сверстниками из Западной Европы, при этом в США и других англоязычных странах тоже поколение стало существенно несчастнее, особенно на фоне своих родителей. Традиционно высшие ступеньки в рейтинге счастья много лет занимают северные страны Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, ну и чемпион последних лет Финляндия. Также постоянно на верхних строчках страны с высоким ВВП на душу населения это Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Нидерланды, Израиль, Новая Зеландия и Австралия. До оккупации и захвата Крыма уровень счастья россиян был довольно низким. Вспышку спровоцировал аннексия полуострова. Очевидно, Россия почувствовала себя великой. Несмотря на отсутствие отопления в жилых домах во многих регионах, потом этот показатель правда подупал. И вот полномасштабка снова вознесла индекс счастья россиян в 2022 году. Скажите мне теперь, что эта война против Украины это только война Путина, а не всей России. В Украине, что неудивительно, с началом большой войны индекс счастья пополз вниз и теперь находится стабильно на невысоком уровне. Наиболее счастливо украинцы себя чувствовали в 2017-18 годах, когда фронт поутих, да и страна смогла вернуться хотя бы к иллюзии нормальной жизни. Индекс счастья зависит от многих факторов и ученые уже давно научились его подсчитывать, хотя казалось бы сделать это на грани нереального. тут и ВВП на душу населения и благосостояние граждан, погода и температура воздуха, а также политический режим. Сложно сказать, сколько на самом деле россиян сейчас довольны режимом Путина, социология показывает почти сервокорейские 90 процентов. Но даже по той пародии выборов, которые мы наблюдали в марте, в России резкий рост узнаваемости даже технических кандидатов, таких как Борис Надеждин или Владислав Даванков говорит о том, что подсознательно россияне все же хотят видеть у власти другого президента. Даже если этот президент по-прежнему Путин. Ну а возможен ли вообще новый Путин и сделает ли он Россию счастливее, вы уж смотрите сами. Ну вот на сегодня и все. С вами был Владимир Унец и программа Смотрите Сами. Надеюсь, вам было интересно. С нетерпением жду новой встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин